Встреча первых лиц отрасли с персоналом станции в рамках Дня информирования. Десногорцы отметили День города. На Смоленск АЭС в работе первые трети энергоблоки. Общая мощность составляет 2034 мегаватта. Замечаний к работе оборудования нет. Энергоблок номер 2 с 22 августа отключен от сети для проведения работ на тепломеханическом оборудовании. Выработка электроэнергии за 11 дней сентября составила 537 миллионов киловатт-часов электроэнергии. С начала года энергоблоками Смоленск АЭС выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Радиационный фонд на промышленной площадке Смоленск АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. 9 сентября в информационном центре «Нитрино» состоялась встреча с персоналом Смоленск АЭС, на которой присутствовали первый заместитель генерального директора Росатома Александр Лакшин, глава электроэнергетического дивизиона Андрей Петров и его первый заместитель Джумберет Кибучава. Возможности узнать из уст руководителя о существующем положении дел и задачах на перспективу воспользовались более 500 человек. Как сообщил на встрече с коллективом Смоленск АЭС первый заместитель генерального директора Росатома Александр Лакшин, по оценкам экспертов высшего уровня, в перспективе атомная энергетика будет занимать примерно 40% энергетического рынка. Сейчас идет строительство на Ленинградской, Нововоронежской, Курской площадках, следующее – Смоленское. В схеме территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, который утвердил в прошлом месяце председатель правительства, два новых блока по проекту ВВР-ТОИ должны быть введены в эксплуатацию в Рословском районе до 2030 года. 25 августа Ростехнадзор выдал лицензии на их размещение. Эти лицензии дают право на разработку проектной документации с АЭС-2. В завершении встречи 17 работников были награждены знаком отличия за заслуги перед атомной отраслью, почетными грамотами и благодарностями госкорпорации. 10 сентября, в день празднования своей 42-й годовщины, Десногорск первым из российских атомградов принял парад созидателей. Он объединил первостроителей, ветеранов атомной отрасли, стоявших у истоков рождения города и атомной станции, трудовые коллективы предприятий и организаций, которые и сегодня вносят вклад в развитие города, и молодое поколение десногорцев, будущих творцов истории страны Росатома. С трибуны десногорцев приветствовали вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, заместитель губернатора Смоленской области Ольга Окунева, представители муниципальной власти, руководство Росатома, концерна Росэнергоатом, Смоленск АЭС, почетные граждане Десногорска, ветераны войны и труда. Праздничный парад созидателей стал кульминацией масштабного отраслевого проекта Росатома, который проходил во всех атомных городах. Школьники записывали фильмы с воспоминаниями людей старшего поколения об истории создания предприятий отрасли и городов-спутников. Уникальные сюжеты лягут в основу документального фильма. Деревья не могут жить без корей. Также любой народ не может жить без своей папи. И тогда мы решили, Росатома, раз мы такие взрослые, сильные, то должны отвечать за то, чтобы наши дети помнили, помнили о том, как создавались наши предприятия, помнили о героизме создателей, созидателей. В Десногорске отснято более 300 роликов, посвященных людям самых разных профессий и судеб. В День города авторов лучших сюжетов торжественно наградили дипломами и ценными подарками. 10 видеодиалогов, ставших победителями на муниципальном этапе проекта, отправлены в Центральную конкурсную комиссию для участия в финале. Проект подтвердил, что жители самого молодого города Смоленщины гордятся своей историей и с оптимизмом смотрят в будущее. Они на себе ощущают ответственность Росатома и всестороннюю поддержку отрасли государством. В Десногорске за 4 года реализованы около трех десятков социально значимых проектов. Успешно действуют программы «Школа Росатома» и «Территория культуры Росатома». Энергия мирного атома, которая зажгла эту точку на районе, российской земле, благодаря которой появился наш город, сегодня заряжает всех десногорцев на созидание, на добрые дела. Мы с вами все вместе приложим все усилия для того, чтобы красоту, которую мы уже создали, мы обязательно приумножим и мы обязательно останемся лучшим городом Смоленщины, Центральной России. Десногорск – самый молодой город нашей древней, богатой, славными традициями Смоленской земли. Он всегда выгодно отличался от других городов Смоленщины своими традициями, поддержкой своих жителей. Твердо верю у Десногорска – красивое, достойное и стабильное будущее. Традиционно в праздновании Дня города состоялось чествование лучших представителей различных профессий, которые своим трудом доказали любовь и преданность родному городу, внесли весомый клад в его социальное, экономическое, культурное и спортивное развитие. На доску почета занесены 12 человек, в их числе старший инструктор санатория-профилактория «Лесная поляна Смоленская АЭС» Юрий Терпегорьев. До позднего вечера на улицах города проходили спортивные состязания, конкурсы, концерты. Все желающие смогли принять участие в викторине Смоленской АЭС и получить сувениры с символикой концерна «Росэнергоатом». Мы любим свой город за то, что он молодой, красивый, чистый, аккуратный, компактный. Окружает прекрасная природа наш город. Я люблю его за то, что мне здесь родились внучки мои. За то, что я уже маленькое поколение, много-много лет веду за руку и продолжаю еще воспитывать маленьких детей. Вот, ну, за красоту. Наш город очень красивый. Здесь можно походить на разные мероприятия, кружки, которые тебе нравятся. Здесь много веселых детей, людей, друзей, с которыми можно погулять по красивым улицам этого города. Яркие музыкальные выступления десногорцам дарили коллективы сектора культурно-досуговой и спортивной работы профсоюзной организации «Смоленск АЭС» – городского центра досуга. В рамках отраслевого проекта «Территория культуры Росатома» музыкальный подарок десногорцам преподнесли участники шоу «Голос», народный артист «Х-фактор». Завершился праздник красочным салютом. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости «Смоленск АЭС». Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин